В Самаре стоимость квартир в новостройках снизилась на полпроцента. По словам члена президиума Павловской гильдии риэлторов Юлии Овечкиной, есть предложение о продаже квартир по сниженным ценам со скидками. В некоторых случаях подешевели объекты, которые не продали в прошлые месяцы, либо цена на них была изначально завышена, либо у них были невыигрышные характеристики. В областной столице наградили участников регионального этапа проекта IQ-ПФО. Победители финала получили путевку на окружную интеллектуальную олимпиаду, которая пройдет в конце апреля в Саранске. В конкурсе инженерных команд первое место заняли студенты Самарского университета имени Королева. Защитник крыльев советов Юрий Горшков сыграл за сборную России. В матче против Сербии он вышел на поле после перерыва и отличился двумя голевыми передачами. Встреча России и Сербии закончилась со счетом 4-0. Следующий матч национальной сборной против Парагвая пройдет 25 марта. Более 15 тысяч жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию в 2024 году. В их числе пациенты, переболевшие коронавирусом. Для них предусмотрены дополнительные тесты. Для прохождения осмотра нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Профилактическая работа идет в рамках реализации нацпроектов здравоохранения и демографии. В регионе 25 марта изменят расписание электрички Похвестнево-Самара. Это связано с капитальным ремонтом путей. Электропоезд, который обычно уходит в 15.53, отправится из Похвестнево раньше в 15.49. На конечную станцию Самара состав прибудет в 18.39. В Самарской области стартовал региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб» в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества». Цель конкурса – вовлечение представителей гражданского общества в мероприятие патриотической направленности, сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны. 92% жителей России считают себя воспитанными, 4% признались в обратном. Таковы данные социологического опроса. По мнению опрошенных, воспитанного человека характеризует вежливость и доброжелательность. Респонденты рассказали, что иногда могут себя повести резко или раздраженно по отношению к кому-либо в общественном месте. Треть заявили, что подобного с ними не случается. Продолжение следует...